Клуб Камерного Театра Ну, что будут спрашивать, на то я и буду отвечать. Я готов к встрече со зрителем, пожалуй. Все будет зависеть от активности сегодняшних людей. Что они будут спрашивать, я готов отвечать на все вопросы. Но если в пределах разумного, если они приличные и не очень будут копаться в моей личной жизни какой-то. Свободная манера общения, раскованность таких встреч, несомненно, позволяют раскрыться актеру с неизвестной для зрителя стороны. А последним представляется редкая возможность заглянуть в духовный мир творческого человека. Опытному артисту, сыгравшему десятки ролей, задали вроде бы традиционный вопрос о самом любимом и близком его сердцу героя. А ответ был неожиданным. Любимая роль, вы знаете, много их. Понимаете, это как дети. Кто-то говорил, но это на самом деле так. Ну, как я могу сказать, что у меня была роль козла в Кошкином доме. Бычков ставил в Тюзен. Ну, как ее не любить? Ну, а я ее любил. Она хорошая. У меня брови такие я рисовал себе. Губла такая, борода такая. Я такой дурак такой. Ну, я его любил. Ну, и он нравился. Почтенная хозяйка, ты спой нам и сыграйка. Ну, такая роль была. А явно мне нравилось. Я легко ей играл. Ну, и что ли? Так что все роли. Просто есть на самом деле роль, с которой... Ну, на самом деле, да, есть Гамлет, а есть Гильденстен. Да. Но если бы дали мне Гильденстен, я бы тоже его полюбил. Пришлось, а как же. Пришедший на встречу еще один известный и любимый воронежцами актер камерного театра Камиль Тукаев невольно включился в игру воспоминаний и вызвал благодарную реакцию Юрия Овчинникова. Экли, детка, ты можешь стричь свои гребаные ногти в раковину? Что? Я говорю, ты можешь стричь свои гребаные ногти в раковину? Гребаные ногти? Нет. Ну, что-то такое. Я уже не помню текст. Ну, это... Любимая реплика была. Любимая. Ходил вот так. Вот так. А потом вдруг взрывался вот так, когда его обижали. Не смей называть меня! Это я уже не помню. Не смей, да, да, да. Что-то такое. Ну, он больше меня, потому что он со стороны меня видел. Я со стороны себя. Ну, мне нравилось. В общем, вот такие пирожки бы познакомился я с режиссером Бычковым. И вот это была первая работа с ним. На взгляд журналистов СВИК-ТВ творческий проект Клуб Камерного театра интересен и востребован любителями театрального творчества всех возрастов.